С фото на тех, кто пришел проститься, смотрит красивый мужчина в самом расцвете сил. Знающие говорят, что Анатолий Кириллин всегда выглядел гораздо моложе своего возраста, старость будто обошла его стороной. При этом его жизненные и творческие пути были долгими. За свои 76 он успел поработать журналистом на радио, корреспондентом и ведущим популярнейшего в свое время телевизионного канала ТВ Сибирь, стать довольно известным прозаиком и продолжительное время возглавлять краевую писательскую организацию. Башунов, Свинцов, Кириллин. Его уже давно ставят в один ряд с патриархами литературы. Я тут не ставлю знак равенства, может быть, хотя, может быть, его и стоило бы поставить. Там Шукшин наше все, это понятно. Но для нас, литераторов Алтая, Барнауна, Кириллин тоже наше все. И сколько он руководил писательским союзом, это все чувствовалось, его интеллигентная и сильная рука. Ясность ума и способность говорить о важном, не о своей болезни, сохранялась до последних дней жизни Анатолия Владимировича, вспоминают коллеги. И вот этот стержень, вот эта, ну я бы сказала, такая духовная сосредоточенность, это, кстати, термин, который когда-то применяли к Шукшину, ну его уход в Шукшинские дни, мы все тут между собой говорим, это тоже какое-то особое совпадение, да. Она у него тоже всегда была, включая, знаете, какие-то детали, что даже когда вот уже тяжело болело, я понимала, что ему даже лежать больно. Встречая кого-то из нас, гостей, он совершенно с прямой спиной сидел за столом на табуретке и даже чай наливал сам. Он был жизнелюбный, и он был по жизни, вот у него улыбка вот эта Толина была, и проза у него такая была, и проза у него была достаточно изысканная была, не тяп-ляп, вот как на коленке где-то пишется, а такая, вот она красивая. И там чувствовалась, конечно, интеллигентность. Эту интеллигентность и отзывчивость чувствовали и мы, когда общались с Анатолием Владимировичем, а еще огромное обаяние, которым обладал этот человек. К его 70-летию мы делали сюжет. Он был бодр, шутил и планировал отпуск в теплые края, очень любил путешествовать. А еще отмечал, что с возрастом все больше ценит в людях искренность. Телефон не замолкал, двое суток, интернет, конечно, спасибо. Причем поздравления такие были, очень много искренних по-настоящему, и от людей, которых я очень люблю, и дружбу с которыми ценю. Проститься с Кириллиным пришли десятки тех, кто любил и ценил его. В разговоре с нашей съемочной группой они отмечали, очень надеются, что родственники писателя его литературным наследием распорядятся достойно, чтобы произведения Анатолия Владимировича были доступны. Они пылились в коробках и шкафах. Татьяна Голубева, Елена Кузовкина, Алексей Фризин. День с толком.